всех приветствую на своем канале по вязанию сегодня не будет никаких мастер-классов я хочу просто поделиться своей радостью рассказать что сейчас я вижу что планирую связать но начну с самого главного если честно я настолько невезучий человек чтобы мне что-то выиграть это не знаю надо чему было случиться вот хочу показать выиграла я недавно вот такие вот марки ручки для вязания вообще замечательные такие на колечках я только-только сегодня их получила на почте сразу конечно применила их в вязание у меня в подарок был вот такой вот комплектик это девочки честно говорю не реклама вот от чистой души я действительно участвовала я действительно выиграла это все у девушки надежды вот бронзовый век прислал такой вот как визиточку все было в таких вот в пакетиках красивых упаковано просто вот ну чудо я люблю когда дополнительные сами такие вот есть элементы к основному подарку я еще кстати не удержалась купила вот такие вот марки ручки на петельках очень давно хотела именно их попробовать потому что колечки они все равно на большие размеры ну вот я сейчас вижу на спицах пять с половиной мне очень комфортно но думаю уже на семерочки лучше применять вот такие вот петельки они такие я сказал бы чуть жестковатые мне кажется очень будут удобно вязать с помощью них такой также вот марки ручка можно применять на колечко в общем вот я хочу поделиться свою такой вот раз я пока отойду от темы с подарками пока их отложу я очень буду теперь часто их использовать я думаю видео вы теперь будете любоваться вот такими красивыми изделиями очень приятно держать их в руках и в общем никак еще не наиграюсь дети тоже в восторге тоже все на трогались хочу просто еще рассказать что у меня будет в проекте вяжу вот такой вот джемпер реглан у меня будет с теневым теневой такой рисунок ромбики и он будет у меня комбинирован я по возможности извязываю все свои остатки от пряжи это ализе миди и вторая часть верхняя у меня будет с такой вот молочной пряжи с блестками я ее наверно с собой не принесла а не принесла сейчас я вам покажу я ну это тоже у меня я как-то что-то по моему пробовала вязать но потом мне что-то наверное не понравилось я ее смотала назад вот вот так вот я хочу скомбинировать вверх и низ причем наверно горловину я оставлю также вот и вот этим вот цветом это по моему цвет шампанское у меня к сожалению этикеток не от это не от это не осталось я просто вот знаю что вот этот цвет 62 молочный ализе миди симли по моему нот с пайетками который идет а это миди тоже пряжа код я уже вязала у меня есть мастер-класс по кофточке вот и тоже джемпер на девочку по моим 9 10 лет тоже из этого цвета я постараюсь потом посмотреть цвет конечно же я потом напишу расскажу вам еще один очень долгоиграющий проект я его никак не закончу вижу кардиган для дочки тоже теневым рисунком вот такие вот ромбики если предыдущий этот он у меня идет в круг при круговом вязании здесь идет в каждом ряду то есть какие-то изменения то здесь это все будет через ряд только в лицевом ряду вот у меня уже есть мастер-класс вот из этого цвета кардиганчик тоже женский в общем я его долго не думала забрала себе мне он конечно чуть-чуть рукавчики коротковаты ну самой самой малости мне очень нравится как какой вот он нежный такой вот замечательный мягкий пряжи из которой я вижу это газал baby bamboo почему я скомбинировала потому что она покупают в пачках по 5 маточков вот я купила дополнительно бирюзовые таких у меня осталось два мотка то есть рукавчики у меня потом будут идти в круговую от проймы я начну также с персикового цвета и буду заканчивать их бирюзовым цветом вот что основная еще особенность этого джемпера будет в том что по бокам будут идти вот такая вот полоска из платочной вязки такой и здесь у меня смотрите когда я делю на проймы также их разделяю у меня идет тоже по бокам будет платочная вязка ну такой интересненькую модель я придумал я надеюсь у меня все получится все мои задумки у меня самая большая загвоздка стала в том что я стала вязать сильно вязаную планку чуть-чуть ошиблась в расчетах неправильно подсчитала свои петельки плечевые скосы мне чуть-чуть придется перезаписывать видео подраспускать и у меня вот будет пришивная такая планка которая пойдет вдоль спинки и будет сходиться на левой стороне то есть на плечевом шве я попытаюсь это сделать я очень давно хотела так то есть вот если соединить плечо вот мне соединиться и потом вот так вот я планочку пропущу и соединию ее уже с левой полочкой вот очень-очень долго я вяжу его все мне не нравится все у меня пока никак не получается поэтому развлекаюсь как могу и поэтому связала сейчас я вам еще покажу один такой проект который я закончила всего все никак я вот я его сегодня закончила осталось только смонтировать мастер-класс я надеюсь что он уже завтра выйдет если кто часто заходит на мой канал могли видеть жакет кардиган для мальчика вот с таким рисунком и мне он настолько понравился настолько простой но так классно смотрится я решила связать еще джемпер и рукавчики вот сделала также с боковой такой полоской очень-очень мне понравилось вязать его очень быстро это ализе лана голд ой тоже пряжу не взяла с собой это 207 по моему оттенок серо-бежевый такой симпатичный нейтральный очень-очень мне понравился вязала я его в подарок для своего племянника ему уже сейчас 10 лет и вот кардиган этот примерно на возраст 11 13 лет то есть чуть-чуть он конечно будет пока ему большеват решили вот так вот все заранее угодить с размером чтобы точно уже хватило не на один год не на один сезон вот и это пока по готовым изделиям и по моим проектам пока все сейчас я вам еще покажу пряжу с чего я планирую дальше вязать вот из этой пряжи у меня таких моточков еще достаточно много осталось очень много кстати этого цвета у меня также есть на канале в основном я вязала малышам очень до года вот и я решила связать карди так не кардиган джемпер я буду скорее всего вязать для своей тоже племянницы они у меня двойняшки ну племянница она у меня чуть такая дама погабаритнее вот поэтому я буду вязать ну можно сказать джемпер на достаточно полную девочку это где-то наш российский 46 размер то есть если посмотреть рост у нее тоже уже хороший такой метр пятьдесят пять то есть высокая ну скоро меня догонит с моим метр шестьдесят с кепочкой вот связать я тоже буду на спицах крупных поэтому проект этот будет такой быстрый рисунок я хочу сделать только на рукавах вот я сейчас подбираю какой-нибудь интересный ажурный рисунок хочу может какие-нибудь листья там пустить но я еще пока не додумала модель до конца поэтому пока ее и не начала надеюсь успеть и старые проекты закончите этот тоже мастер-класс я надеюсь отснять вот что еще хотела сказать а буду вязать на крупных спицах планирую попробовать на семерочки вязала я в две нитки на шестерке мне даже показалось плотновато хочу попробовать вязать такой более как сказать не дырчатый получится более такой легкий не такая будет плотная вязка но как говорится все познается с опытом я хочу попробовать как это будет смотреться как это будет носиться вот и переходим еще к одной пряже я сделала такую небольшую закупку вот это ализе софте вот такой нежно-нежно серо-голубой оттенок я хочу связать либо комбезик либо комплектик штанишки с чем-нибудь в общем я еще пока опять не решила но я хочу попробовать из этой пряжи что-то связать такое интересное у меня по моему с пушистой пряжи совершенно не было ни одного мастер-класса хотя я уже с ней работала и применял в основном только в аппликациях хотя пряжу я эту очень люблю не люблю только ее вязать крючком потому что петельки приходится вообще вязать на ощупь это ализе софте вот по 50 грамм более тонкая ниточка и я еще купила я пока еще честно не распаковала вот покажу вам цвет это тоже ализе софте решила я все-таки достать моток а то что я показываю все в пакетах это ализе софте уже плюс то есть эти моточки тут по 100 грамм и здесь уже 120 метров то есть достаточно такая тоненькая ниточка то есть если с ней вязать какой-то проект это спицы пятерочка прям вот вот я думаю оптимально но опять же не решила пока что связать скорее все вообще рассчитывал что это будет толстовка на мальчика на девочку в принципе такой цвет я взяла тоже нейтральный такой бежевый это сейчас скажу оттенок какой у нас 115 достаточно такой симпатичный цвет очень не понравился нежненько и по серому цвету это код 416 тоже не распаковал я еще пока не буду скорее всего я это буду вязать уже потом потому что еще такая вот небольшая новость мы уезжаем с детьми в отпуск и я постараюсь числа до 10 записать несколько мастер-классов постараюсь выпустить еще четыре мастер-класса записать точнее здесь потому что скорее всего пускать я буду монтировать уже в отпуске и приедем мы уже скорее всего где-то к середине августа поэтому чтобы не скучать вы всегда можете зайти на мой канал над зен там я делаю кстати очень интересные подборки по узору по рисункам вообще тематические подборки особенно у меня любимая тема куда деть остатки пряжи у меня это вообще тема очень наболевшие у меня просто мешками складируются она иногда не знаю что же что с ними придумать и куда их деть вот так что заходите подписывайтесь очень-очень буду вам рада видео такие я снимаю конечно очень редко но главной темой конечно это хотелось мне очень порадоваться своей радостью поделиться по поводу вот этих вот маркировочков своих выигранных в общем я в восторге ну надеюсь у вас тоже все хорошо у всех отличное настроение у всех творческий подъем они как у меня частенько не знаю почему последние две недели у меня какие-то упадки случаются особенно когда я смотрю на свою пряжу не знаю что с ней сделать а желание что-то сделать очень очень много аж переполняет частенько вот форматов такого видео я не знаю нравится вам не нравится смотреть слушать ну я решила все таки записать вот ну на этом наверное все всем до новых встреч завтра я надеюсь уже выйдет мой мастер-класс по джемперу по готовому который я вам уже показала для мальчика всем хорошего настроения пока пока